Исторические события, научные открытия, великие люди и праздники. Все самое интересное мы с вами будем узнавать вместе. Здравствуйте, в эфире «Цивилизация». Сегодня мы будем говорить об удивительных людях, которые обладают феноменальными способностями. Попытаемся разобраться, кого называют индиго. Для этого мы побываем в студии фотоауры в школе «Интеллектуал» и познакомимся с девочкой, считающей себя ребенком света. Все самое интересное в программе «Цивилизация». Мы — дыхание нашей планеты, порождение яркого света. Все мы — Господи дети любимые. И мечтают, творим вместе с Ним мы. Мы сливаемся в синее пламя. Мы — дыхание нашей планеты, порождение чистого света. Мы разрушим все злые интриги. Раступитесь. Мы — дети индиго. Высокий уровень интеллекта, необычайная чувствительность, абсолютная память, храбрость и телепатические способности. Что это? Выдумка, разыгравшаяся воображение детей, считающих себя индиго, или все-таки реальные способности так называемой шестой расы? Феномен индиго пока не доказан. Психологи пытаются разгадать их в тайну. Ученые исследуют измененную ДНК. Врачи ставят им диагноз — синдром дефицита внимания. Индиго вступают в конфликтные отношения с окружающим миром. Им сложно быть в подчинении. Они ломают все существующие стереотипы. Они — дети света, дети тысячелетия, дети индиго. Каждый ребенок индивидуален. Но есть общее понятие цивилизации, Земля, Солнечная система. Тоже так же есть общее понятие дети индиго. А уж у кого какие задачи? В свете новых потоков они начинают раскрываться, как новые букеты цветов. А эти дети понимают, что они индиго? Вы знаете, они чувствуют, что они отличаются от других. Просто если родители это чувствуют и понимают, помогают им правильно формировать отношения с миром, значит, в принципе, все будет хорошо. Но не делать никакого культа. Никакого. Вот это самое главное. Они видят, они считывают информацию с ментала. Ты на него смотришь и думаешь о чем-то. Он на тебя смотрит и говорит, ну, зачем ты об этом думаешь? Уже идут посылы. Это такие очень глубокие, это уже такие сильные дети. Видящие будущие, да? Целители. Более чувственные, они реагируют на боль, на травмы. Они готовы помочь, подбежать, оказать помощь, отдать игрушку, обнять, поцеловать. Они могут изолироваться отдельно, могут пребывать как-то в своем состоянии. Могут привлекать внимание каким-то образом, хорошими поступками, чтобы другие дети могли учиться. Ну, вот это, наверное, такие основные качества. Плюс они очень мудры, они не по годам взрослые рассуждают, они не по годам развиты. Порой смотришь на маленького ребенка, а он уже все понимает и знает, что вот от этого дяди исходит отрицательная вибрация, а в этом месте очень хорошо. Нельзя сказать точно, кто такой плохой человек. Вот этот человек, которого другие называют плохим, считает себя хорошим. Получается, что и с его дочкой зрения другие плохие, а он хороший. И так получается, что у каждого человека свое мнение. Когда ты с ним первый раз встречаешь, то сразу не определишь. Но вот когда ты с ним уже как бы постоянно, то ты потихоньку, потихоньку, полигонку начинаешь понимать, что это такое. Это в маленьких детях, в более старших детях им немножко посложнее, потому что о них сейчас пишут, говорят, но еще родители, может быть, недопоняли. Вот поэтому они отличаются тем своим состоянием белых ворон. И, может быть, они немножко как-то изолированы. В классе, индивидуальные, замкнутые. Поэтому не надо их беспокоиться за это. Понимаете, они, во-первых, слышат космос, они знают, что происходит. Надо с ними просто разговаривать. Упоминания об Индигах впервые появились в средствах массовой информации в 70-х годах 20-го века. Возможно, именно тогда родился первый человек шестой расы. Есть один любопытный факт. За год до этого события, а именно 1 сентября 1969 года, американцы зафиксировали НЛО над Бермудским треугольником. Бытует мнение, что именно тогда на нашу Землю пришла на помощь целая армия инопланетных существ по спасению нашей цивилизации. А первым, кто увидел ауру необычных детей, была ясновидящая Несси Энтеп. Дети обладали уникальными способностями. А так ли это на самом деле, мы выясним у экспертов фото ауры. Прежде чем сфотографировать ауру, я бы хотела уточнить, аура бывает разных цветов или все-таки одна? Во-первых, много слоев ауры бывает. Мы рассматриваем патрифические, кармические слои ауры, они тоже несут свои оттенки. И рассматриваем мы ауру в системе чакр кундалини. Это энергетические центры, которые излучают определенные цвета и дают и формируют именно цвет ауры, общий цвет ауры. Когда мы будем снимать вашу ауру, вы увидите это наглядно, визуально. Люди, обладающие цветом индига, они могут видеть будущее, например, читать мысли людей и обладать высоким интеллектом? Или все-таки это немножко ошибочное мнение? Безусловно, это не ошибочное мнение. Люди индига, которые излучают цвет индига, их аура, они наделены особым даром. То есть это экстрасенсорное восприятие мира, окружения и мироздания. Они обладают еще даром пророчества. Ну, на самом деле, насколько они могут проявлять свой дар во внешний мир, это под вопросом, потому что некоторые могут не знать даже, что они обладают, то есть не раскрыты быть, потому что индига – это не только дар и не только Божий дар, это еще определенная тяжесть бытия, так назовем, потому что люди, которые обладают аурой индига, они могут замкнуться в себе, то есть стать асоциальны и не проявлять свои такие качества, которыми были наделены выше. Вот в чем дело. А в процессе, например, жизни цвет индига может изменяться? Да, в процессе жизни цвет индига изменяется. В основном как бы по статистике, да, вот как мы когда проводим на мероприятиях каких-то и в школах детей индига, то есть в детском возрасте по статистике именно детей индига, их больше, там к 17 годам их становится меньше, а людей там 30-летнего возраста и старше вообще единицы, то есть остаются люди. Не будем медлить, можно будет снять, например, мою ару, да, и вы в процессе этого расскажете, что такое аура, да, каких цветов бывает. Так, значит, попрошу как бы вашу правую ручку положить на биосенсор вот этот аппарат. Эзотерики говорят, что аура – это некоторое энергетическое разноцветное поле, которое излучает человек. Утверждает, что цвет, находящийся в центре ауры, и чакра отражает персональные качества и черты человека. Появляется ваша аура. Я вижу, она разных цветов, да? Значит, она, как бы ее окружение, можно назвать вас белым, человеком с белой аурой, как вот здесь вот есть такое, не такое небольшое пояснение, да, ремарка, что она обозначает, что это одухотворенный, трансцендентный, относящийся к другому измерению, там, наделенный сверхъестественными способностями, не физическими способностями. Это одна из высших категорий ауры. Как бы если говорить о том, что на самом деле происходит с вами, то есть, да, можно здесь охарактеризовать, что вы сейчас несете с собой белую ауру. Показано, что на самом деле, да, человек довольно чистый, то есть, изначально кармические предпосылки именно с хорошей, чистой аурой дана была. Представители красной ауры – победители, оранжевые – путешественники, желтые – интеллектуалы, зеленые – общительные. У обладателей ауры цвета индига очень развита интуиция. После общения с экспертами мы решили разыскать чудо детей. Итак, я решила направиться в самый обычный детский сад, где я попытаюсь распознать ребенка индига. Посмотрим, получится ли это. Привет! А как тебя зовут? Здравствуйте! Меня зовут Ваня. Ванечка, сколько тебе лет? Мне шесть лет. Вань, а ты знаешь, кто такой гений? Гений – это человек, который что-то передумал. А что, например? Как его можно распознать? Например, новую формулу. Ну, или какой-то рисунок. А еще что? Какую-нибудь новую федерацию. Скажи, а ты знаешь, кто такой гений? Гений – это тот, кто придумывает разные идеи. Хорошие такие идеи, которые очень умные. Гений – это изобретатели, которые делают разные машины и аппараты разные. Ну, это люди, которые обладают своими способностями. А какие? Ну, там, например, которые лучше рисуют, хорошо готовят, изобретают хорошо. Мои поиски пока ни к чему не привели, поэтому идем дальше. В школу знают ли там, кто такие дети Индига? Ну, я думаю, что они шаманы. Их мало очень, потому что эти дети предсказывают будущее, они помогают человечеству сильно. Это дети, которые отличаются от общей массы, у них какие-то неординарные способности, необычное мышление. Есть такие люди, которые могут поднимать очень много веса, разговаривать с животными. А я раньше учился, с другом он мог читать текст заодно вперед. Друзья, я побывала в детском саду, в средней общеобразовательной школе, но так и не смогла найти представителя шестой расы. Но на этом мои поиски не заканчиваются. Сейчас я направляюсь в школу-интернат интеллектуал. И в других школах, и школ, подобных нашей, достаточно много, если довольствие не в разное время, вопрос в критической массе этих мотивированных школьников, когда много находящихся в одном месте мотивированных на обучение, мотивированных на интеллектуальную деятельность детей находится вместе, и это дает прирост каждому отдельно взятому ребенку. Мы смотрим базовую обученность при приеме, то есть согласно государственным стандартам, смотрим поле интересов в предметных областях по выбору. Разумеется, все это проходит под мониторингом психологической службы, возглавляемой МГППУ. Затем вторая ступень – это творческая активность, возможность решать нестандартные задачи, возможность аналитической работы, умения проверяется. И последняя ступень – это пробная учеба по темам близким по возрасту, по нескольким дисциплинам в начале июня. Здесь действительно учатся необычные дети, но считают ли они себя Индиго? Мы выясним совсем скоро. Здравствуйте, Марина Викторовна. Скажите, пожалуйста, действительно в вашей школе учатся необычные дети? Да, пожалуй, это правда, это верно. Необычные дети. Они очень умные, талантливые, одаренные и очень креативные. Насчет художественных, художественного развития. У нас очень сильная кафедра МХК Мировой художественной культуры. И дети изучают серьезно историю музыки, историю и живописи, и архитектуру. И издают зачеты в Пушкинском музее, и в Третьяковской галерее. И это очень серьезно с пятого по одиннадцатый класс. Мне сказали, что вы выиграли в кинофестивале приз. Можете поподробнее об этом рассказать? Да, у нас замечательная есть киностудия, которая делает свои фильмы. Мы находимся в нашей студии. Здесь расклеены всякие кадры из наших съемок, перерывов. Как мы добирались, куда нужно, на место, где мы снимали это все. Как-то все это происходило. И замечательные моменты. Здесь у нас находится доска всяких пометок. То, что мы собираемся снимать. Написано часть всего сценария, расплановка кадров и так далее. Начиналось это под руководством режиссера. Руководит этой студией наша Елена Станислава Гурткевич. И делают очень хорошие конкурсы, объявляют Panasonic, разные компании. И они участвуют. И первое, и второе место занимаем. И в Америку ездили в Лос-Анджелес. Получили не Гран-при, а второе место. Но это естественно, потому что первое получили хозяева. В общем, своя киностудия и свои призы у нас есть. Марина Викторовна, скажите, пожалуйста, о детях Индиго. Средства массовой информации очень опопуляризируют именно это направление. Очень часто об этом говорят. Говорят, что это дети шестая раса. Как вы к этому относитесь? Ну, насчет формулировки Индиго, это все, так сказать, относительно. А кроме того, что да, просто таких детей стало гораздо больше. Всегда были люди талантливые и одаренные в математике, и в музыке. Но сейчас их гораздо больше. Ну, во-первых, мирное время. Раз. Второе, очень много занимаются, ну, есть такие родители, их немало. И в крупных городах особенно, я думаю, в глубинке есть, которые понимают, что чем раньше начнешь заниматься, тем лучше результат. Да. И когда говоришь с детьми очень такими продвинутыми и очень талантливыми, оказывается, что родители, да, из двух лет их учили читать. И им объясняли, вообще, чтобы развить ребенка по-настоящему, нужно самому быть, конечно, образованным и отвечать на его вопросы так, как ответил бы студенту. Так нет рядом, то и он этого не поймет. Я в центре внимания со всем. Со мной почти все дружат. Ну, с кем я знаком. Ну, значит, что на меня все смотрят, к примеру. Мы распределяемся по командам, и я там главный в команде. Ну, или почти в самой главной команде. Как-то себя проявляю. У меня одно направление – это история. Ну, военная история. А вот кем я буду, над этим вопросом я еще не задумывался. Это все началось в шесть лет, когда у меня папа первый раз войдет в Бородинскую панораму. И после этого у меня папа – бывший танкист. И вот, видимо, это, и все это на меня. И я поменялся. Поменял свое направление. От мамы. От мамы мне строгость передалась. Особенно сестрой. Это чувство, которое сближает двух человек, а они живут вместе. И... Ну, как бы это как один человек, только двое. Сестра у меня... Семилетка, конечно. Недавно исполнилась семь. Буквально. Три месяца назад. Ну, что? Такая, не такая. Правда, лезть любят. Вот лезет. Прямо. Когда не надо лезть. Ну, люблю. Что с ней еще делать? Может быть, вскоре полетят на Марс, допустим. Может быть, научатся передавать запахи. Вот, показывают картинку, и ты чувствуешь, как она пахнет. Ну, люди смогут летать. Вот, не в самолете, не в вертолете, просто вот, как птицы. И будут дома в воздухе висеть, кому как нравится, или под водой. И я думаю, что вот вообще мир, в котором мы живем, будет, ну, будет более близкий к природе. То есть мы будем жить как бы с ней вместе. Потому что я знаю, что сейчас люди к этому стремятся. Несмотря на то, что ученики школы интеллектуал одаренные и всесторонние, развитые, они не причисляют себя к определенным расам, и тем более к людям Индиго. Но мы нашли девушку, которая думает о себе совсем по-другому. Послание людям Люблю, 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 люблю так, как нас любит Бог. Люблю так, как вода любит дно, ибо некуда ей было влиться тогда. Люблю, 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 люблю так, как любит вселенная Творца, что создал в ней жизни миллиарды цивилизаций. Люблю, 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 люблю так, как Бог любит наши сердечные молитвы, как ангелы с любовью шепчут, «Люблю тебя, дитя Бога!» Люблю, 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 люблю так, как небо любит наши взоры и восхищение его синевой. Мудрость она с любовью хранит. Люблю, 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 люблю так, как когда плачу слезами любви и благодарности за чудо, сотворенное Богом для других. Эти слезы – процесс души, и поистине он прекрасен. Люблю, 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 люблю так, как любишь меня ты, только еще сильнее. И прольется в сердца ваше любовь создателя Бога нашего и Отца Иисус. Вообще миссия каждого человека – это накапливать свет и помогать накапливать его другим. Моя миссия такая же, и с помощью творчества, с помощью своих знаний и посланий, которые мне приходят, конечно, я попытаюсь внести в этот мир что-то светлое. Мне кажется, что весь индиго – это какой-то миф, который, в общем-то, ничем особо не подтвержден. А мы просто обычные дети, которым нужно абсолютно то же самое, что и остальные им дети, просто что мы, ну не знаю, может быть, несколько другие интересы в чем-то. А я, если честно, то я вообще так вот за пару лет, с тех пор, как я впервые столкнулась с выражением «дети индиго», я так и не поняла, что это означает. Да, такие люди существуют, и в этом нет ничего сверхъестественного. Это то, что заложено в каждом, это потерянная мудрость человека. Нет, конечно, скорее с улыбкой и с юмором, потому что себя я никаким образом не причисляю никаким особым расам, вообще никого из моих одноклассников. Потому что, ну, мне кажется, это странное различие. Очевидно, если мы представители какой-то расы, то не имеет смысла выделять что-то новое. Если кто-то там отличается от своих сверхъестественников, или если мы одноклассники в среднем, мы такие, там, более высокие результаты, чем дети из других школ. Это скорее объясняется даже не какими-то врожденными навыками или способностями, а скорее, ну, некоторым возможностями для самореализации, которым дала семья или даже школа. То есть здесь всё больше зависит от среды, чем от того, каким ребёнок родился. Кто-то с этим приходит и усиливает это в себе, и помогает другим раскрыть себе этот потенциал. Мы пришли сюда, чтобы духовно совершенствоваться и накапливать свет. И по возможности, конечно, помочь другим накопить этот свет. Ну, это бред. Просто это бред. То есть, на самом деле, вот эти вот дети, которые там выигрывают на олимпиадах, как-то хорошо учатся или проявляют себя как-то хорошо в науках, да, они однозначно обладают какими-то способностями, там, хорошей памятью, логическим мышлением, но это связано с тем, что в них всё это развивалось с детства, потому что вот они из хороших семей или в хороших школах учились. Вот и всё. И, конечно, детям мешает и общество, которое не понимает их, отвергает способности и возможности, и вообще в какой-то степени духовная суть человека. Любой разумный человек должен очень критически относиться к подобной информации и понимать, что это просто ерунда. Прежде всего хочется сказать людям, чтобы они стремились не только к физическому и интеллектуальному развитию, но и к духовному. Если наше физическое существо отрицает это, то духовность всё равно в себе всегда будет носить это знание. Так же, как если атеисты отрицают Бога, то в душе всё равно у них есть знание о том, что Бог существует и вера. И если не в этом переплощении, то в следующем они придут к этому. Как бы человечество не сопротивлялось, изменения окружающего мира и внутренней сущности людей неизбежны. Не важно, как называть новое поколение детей. В первую очередь, они просто дети. Станут ли они разрушителями систем, созидателями новых религий, политических и социальных течений, зависят от общества, в котором они живут, то есть от нас с вами. А на этом пока всё. Мы встретимся в следующем выпуске. Всё самое интересное в программе «Цивилизация». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...